Муженёк, ты чего стоишь на морозе? Хочешь яйца обморозить? Иди домой, женщина, я занят очень важным делом. Значит так, если ты через 5 минут не будешь дома, я с тобой развожусь. Это шо, инопланетяне за нами пришли? Ведь демонам это все показалось. Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Муженёк, чего у тебя падшая женщина? Там у нас чудовище у постели какое-то. А-а-а, признавайся, это ты с моей женой мутишь. Так вот с кем он нам не изменяет, уби, вы вообще кто? Муженёк, успокойся, всему есть свое логическое объяснение, как он сюда попал. Дружище, они вообще какие-то ненормальные, разбудили меня посреди ночи и утверждают, что это их дом. Если я узнала, что вы с моей женой мутили, вам хана, помнили? Слушай, давай мурагаторим, пока он нас с ними не забодал. Я вообще что-то не припомню, чтобы в нашем лесу жил медведь и лось. Я тоже, у нас в основном все домашние, там коровы, куры. Я все понял, это инопланетяне, они из 13 века. Дядя Лысляш, что ты несешь? Нахрена ты нас вообще всех разбудил? Господи, да что там интересного? Давайте думать лучше, что с ними делать. Да на кол их посадить нафиг, ну все. Короче, ты что не понимаешь, они же жвачные животные, нафига их садить? Значит так, один забирает корову, другой быка. И возвращаем их на то же самое место, откуда они пришли. Зато еще не хватало, чтобы они в моем доме маленьких быча одна делали. Тогда мы точно от них не избавимся. Какой идиот, только на морозе будет спать. Слушай, я не удивлюсь, если не знать, что такое пылесос. Ты что, он не должен знать, что такое пылесос, а то все перевернется вернется. Что ж ты мне сразу не сказал? Так, а что это за штуковина? Вы что, это обычный топор, вы что первый раз видите? Ёбзу мать, инвизор идет. Так, кто у нас кто, ворона? Что ты тут ерундой страдаешь? Если еще раз услышу, клюв оторву. Так, а это что такое? Типа что, выбивалки для ковров, да? Я тебя спрашиваю. То лучше она для меня, а то про Карл Толстен, чем ты потом не сможешь сидеть никогда. Что, выходи, пока я тебя пополам не разорвал. Быстро. Послушай, смоляной бычок, тебе надо вернуться домой. И чем скорее, тем лучше, или ты тут навсегда останешься. Послушай, ты можешь короче объяснить. Послушай, раз тебе сказал это лось, значит все так и есть. Посмотри, мы не в своем мире. Это вообще не наш дом. Тут какие-то ненормальные ходят. Слушай, и холст все-таки хорошо, что мы вернулись домой. Так бы были такие же ненормальные, как те жители, правда? Да, я полностью с тобой согласен. Да ёб твою мать, какие упыри, засрали мою пшеницу. Ну попади, сяня, мне сразу бошки откручут. Господи, за шо? За жамны это наказанные. Слушай, дядя, давай признавайся, кому ты в душу насрал, да? Да шо сразу я, я обычный медведь, который хочет уже покоя. Надоело мне это все. Слушай, дядя, почему ты меня вызываешь по каждым пустякам? Как не приду, все у тебя проблемы. То американкой дом зарос, то еще что. Слушай, дядя, может это твои бывшие любовницы решили тебя отомстить? Слушай, может на тебя даже и вселенная злится из-за твоих грехов. Надо валить из этого проклятого места. Все, детки, валим отсюда, пускай ваш дядя Копатыч сам со своими грехами разбирается. Слушай, дядя, пока мы летели, вот шо я, смотри, нашел, нафоткал. Там очень знакомые знаки, мне кажется, я их где-то видел. Ёжик? Так это он на тебя злится? Ёжик, вот нахрена ты засрал дядю Копатычу пшеницу? Так, ну-ка, где мой ремень? Дядя Копатыч, я это сделал, потому что ты собирался переписать дом к крошу. Так, ну а при чем тут это поле? Я понял, что я вам больше не нужен, решил уйти. Вот я и нарисовал свой портрет на поле, чтобы вы меня помнили. Так, сынок, ты бы сначала с батей посоветовался уходить тебе или нет. Я давно хотел переехать к своему младшему братику. Дэнни, куда не поешь, пока мне пшеницу не восстановишь? Эй, я вообще-то тоже член семьи, имею право ругаться. Пин, если твой сын не восстановит мне пшеницу, мы больше не братья. Ты скучаешь по нашему младшему братику? Я за него переживаю, мне кажется, ему там очень без нас даже скучно. Слушай, у меня есть идея. Ха-ха-ха. Хоть бы эту фотографию мой племянник получил. Можа, пойдем лучше прогуляемся? Да ну посмотри, сколько тут у бати интересного хлама. Что это за хрень? Да это телеграмм. Современные технологии. Короче, ты отправляешь сообщение, и кому-то там приходит. Зачетная штуковина. Получил фотографии Нюши с выпускного? Да, получил. Сейчас я тебе видос скину. Здорово. Прости, баран, я занят. А я получил? Что ты там получил? Пиздюлей? Нюшины фотки с корпоратива. На расстоянии. О, офигеть, где ты такую хрень взял? Мне тоже надо. Я просто ее фотки смотрю, когда домой к ней прихожу. А тут на расстоянии. Что за хрень? Да тут Нюшины фотки все скидывают. О, мне тоже такое надо. О, нафига себе, вы моими фотками пользуетесь? Я скоро стану моделью, мне тоже такое надо. Батя, телеграмм сломался. Почини. О, не, такое я уже не подчаню. Хана. Крош, а где все? Сидят дома. Нюшины фотки разглядывают. Это как? На расстоянии. С помощью телеграмма. Слушай, как ты думаешь, что за сюрприз нам приготовил Батя? Может он наконец нам решил уборщицу новую сделать? Аааа. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Пу-пу-пу-пу-пу. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Батя, кто это такой? Чего он назовет тебя папой? Это ваш новый братик. Познакомьтесь. Батя, убери от меня эту консервную банку. Он мне такой же сын, как и вы. Привет, мой младший братик. Ты такой маленький и прикольненький. Где Батя его только нагулял? Слушай, Батя, ну зачем тебе третий сын? Тебе что, нас с южиком мало? Да потому что о чем вас не попроси, от вас никакого толку. Можно подумать, от него толк будет. Эй, ты как там тебя? Подай отвертку. Лета? Ах ты, зараза, иди сюда. Ты никогда не будешь моим младшим братом. Слушай, ты на Кроша сильно не обижайся, он просто ревнует. Что ему Батя меньше внимания уделяет. Мальчики, доброе утро. Ааа, это что такое? Фотография от Биби. Видимо, моему сыночку там очень хорошо. Батя, как там поживает наш младший братик? Батя, он передает вам привет. А как же я? Сынок, Биби передает тебе привет. Видимо, он на меня не сердится. Слушай, Ёжи, как ты думаешь, Биби получил нашу фотографию? Потому что уже как неделя, а он все не отвечает. Батя волнуется, может с ним что случилось? Так, Батя, мы не поняли, ты что, решил нас бросить и улететь на луну? Ты с ума сошел? Батя, Ёжик прав, если ты нас не возьмешь с собой, то ты никуда налетишь. Вы никуда не подлетите, это опасная миссия, я лечу один. Так, не понял, что это там за звук? Крош, что ты тут делаешь? Я же сказал, что это опасная миссия, хоть Ёжик меня послушал. Не ошибаешься, Батя. Господи, ну почему вы меня не послушали? Что мне с вами теперь делать? Придется лететь домой. Так, детки, ну-ка, сели на свои места, будете сейчас трясти очень сильно. Крош, крош, дофига, я тебя послушал, сейчас бы сидел дома. Фух, поранесло, слава богу. Батя, Батя, проснись, мы походу горим. Ой, детки, мы тут застряли походу, топливо кончилось. И мы застряли в космосе навсегда. Ну, может быть, можно что-нибудь придумать? Эй, ты дурацкая посудина, ну-ка, быстро открывай двери, он же задохнется. Здесь команду я. Ничего открывать я не буду. А ну, живо открыла дверь, Батя, пока я тебя на металлолом не сдал. Батя! Ну, открой, если ты не откроешь, мы станемся сиротами. Ты, видимо, тоже забрать захотел? А ну, живо открыла дверь! Мальчики, что случилось? Нас Бэби спас, мы его видели. Да, если бы не он, мы бы тут все погибли. И он просил тебе кое-что передать. Теперь, Батя, наслаждайся поездкой, мы летим домой. Батя, мы летим домой.